Прежде всего, хотел бы вам сказать о том, что как поступить, решать только вам. То есть, мы не можем за вас брать ответственность в том, что касается ваших поступков по отношению к девушке и по отношению к жизни вообще. Поэтому, именно в контексте того, как вам поступить, здесь решать нужно вам. Но, я постараюсь разобрать вашу проблему, постараюсь разобрать ваш текст. И, исходя уже из этого текста, исходя из того, что мы с вами увидим в тексте, я и сформулирую вам свои рекомендации. Итак, встречались с девушкой более 8 месяцев. В принципе, все было хорошо. Но, вот здесь нужно уточнение обязательно. Все было хорошо для вас или все было хорошо для нее? Откуда была информация о том, что у вас все было хорошо? Это, это, она вам сказала, что все было хорошо? Или как? Или вы так считали, что все было хорошо? Потом появился холодок. Девушка взялась, что он в период по экспрессии, ее лучше не трогать, ей ничего не хочется. Холодок появился от чего? Как я понял, здесь у вас холодок, это то, что появилось перед тем, как девушка начала говорить о том, что в период по экспрессии ее лучше не трогать. Но, холодок появился раньше, и холодок, скорее всего, проявлялся не только в том, что она говорила про ПМС, а в чем-то еще более глобальном. И, соответственно, нужно определить, почему именно появился холодок. Стало ли это следствием каких-то, например, ваших действий, поступков и так далее? Или у девушки просто изменилось к вам отношение? Девушка просто постепенно стала воспринимать вас несколько иначе. Далее. Вот она жалуется, что в период по экспрессии ее лучше не трогать. Вы как отнеслись к ее просьбе? Вообще, просьба довольно серьезная. Если девушка говорит, что в период по экспрессии ее ничего не хочется, и лучше ее не трогать, то лучше действительно, наверное, не трогать. И здесь, опять же, важный момент заключается в том, как вы реагировали на ее такую вот просьбу. Потом, в один прекрасный день, она оказала сообщение следующего содержания. Ты мне дорог, но, увы, ничего нет. Чего нет? В смысле, имеется в виду, чувств нет? У кого? У кого? Чувств нет. У нее к вам? Или у вас к ней? Или между вами нету искренности, гормонии? Чего нет? Чего? Чего нет? Вы спрашивали? Вы сами, Игорь, для себя понимаете, чего нет? В то же время написала, что не хочет меня терять. Правильно, потому что вы ей нужны, ей с вами хорошо, ей с вами комфортно. Но вполне возможно, у нее эмоциональный голос с вами. И она не чувствует себя женщиной, опять же, с вами. Я ей ответил настойно, бережно принял ее решение. Вы молодец, поступили правильно. Правильно, вопрос в том, как вы сами отрефлексировали, отреагировали на ее такое сообщение. Как вы его пережили? Вы об этом ничего не пишете. Через неделю она объявилась, написала намекалку увидеться. Я сказал, прямо сейчас не могу. И потом снова пропала. Вы сказали, что прямо сейчас не можете специально, или это было действительно, ну, действительно не было возможности от нее встретиться. Далее. Она снова пропала, потому что, видимо, у нее был нам заплыв, когда она нуждалась с вас по привычке и хотела с вами привести время. Это не было ничего серьезного, просто ее к вам тянуло. Сейчас я увидел, что она летела отдыхает, выставляет фото, как открывается. Ну, имеется в виду, на показ. Да, то есть, фото, как бы, на показ. Она может это делать для того, чтобы привлечь ваше внимание. Она может это делать для того, чтобы просто показать, что она счастлива и живет своей жизнью. А в этом контексте, в этой ситуации, для ее успешного разрешения, и чтобы у вас не было каких-то вот недомог, недоговоренностей, я бы рекомендовал вам попробовать с ней встретиться и попробовать и как-то вот сблизиться. Если она привлекает ваше внимание, она вас примет это позитивно и ответит на ваши шаги к ней, если она это делает для себя, чтобы показать, что она счастлива, то она не даст вам никакой обратной связи, вы убедитесь, что она это делает просто, либо чтобы вызвать. Вот это у вас ревность, и тогда это, возможно, даже неосознанная месть вам, вот. Либо она просто живет дальше. А уже вы на это обращаете внимание. То есть, это вы увидели, что она выставляет фото. Вы увидели. И вопрос, зачем вы смотрели? Вопрос, как вы, вот, увидели ее фотографии? Вы за ней следите, вы не удаляете ее из людей, или вас она до сих пор волнует? Если так, то это именно ваша субъективная реакция. И обусловлена она, обусловлена она вашими внутривиличностными процессами, которые необходимо разобрать. В первую очередь, через рефлексию и интроспекцию, то есть отчет о себе самом. У меня вопрос, зачем женщина хочет вернуть отношения, если она сама была инициатором? Игорь, а вы почему считаете, откуда у вас информация, что она хочет вернуть отношения? Она сказала, что желает увидеться. Это да. Она сказала, что хочет с вами встретиться. Это да. Но не было в ее словах никакого смысла в том контексте, чтобы вернуть отношения. Это уже вы сами, как бы, увидели в этом стремление вернуть отношения, возможно, потому что вы хотите их вернуть. И именно поэтому отсюда у вас такая реакция. Вы хотите вернуть отношения, вам она дорогая, вы в ее поведении увидели то, чего вы хотите. Это называется проекция. Вы спроектировали то, чего хотите сами на нее. И в итоге получилось, что она хочет того, чего хотите вы. Хотя она в действительности не говорила этого, если я правильно вас понял. Тем более, вы сказали, что прямо сейчас не можете, а применительно к женщине такие вещи не используются. Особенно, если она вам дорога. Там женщина позвонила, там женщина написала. И все, вы ездили, и дорожите, должны лететь к ней, не доставлять ее сдать. Далее, значит, зачем она хочет вернуть отношения? Ну, если предположить, что она действительно хочет вернуть отношения, что, домой-то ей было с вами хорошо. Она попробовала с другими, она попробовала, может быть, как-то побыть без вас, может быть, она с кем-то встречалась. И понимаете, с вами ей хорошо. С вами ей лучше. С вами ей комфортнее, удобнее, гармоничнее и так далее. Но она не уверена в этом, потому что вот того, чего нет, да, вот когда вы говорите, ты не дорог, но, увы, ничего нет, вот того, чего нет, так и нет. И отсюда ее не уверена. Отсюда ее такое вот, ну, знаете, неявное поведение. Я также думаю, что после отдыха с друзьями она снова объявится. Ну, опять же вопрос, почему вы так считаете, на чем основывается ваше утверждение. А если нет, как поступить, если объявится? Значит, как поступить, если объявится, я думаю, в контексте того, о чем я вам сказал. То есть сразу соглашайтесь на встречу, пытайтесь сблизиться. Если обратная связь есть, значит, она действительно с вами хочет быть. Если обратной связи нет, значит, она либо играет с вами, либо пытается показать, что ей без вас хорошо. Ну, либо это не осознанная месть, только за что, не очень понятно, но здесь нужно отметить, что женщина сейчас сама не понимает, почему она делает то или иное действие, совершает то или иное действие. Девушка 34 года, на 3 года старше меня. Ну, здесь может быть и кризис среднего возраста, и ориентация на семью, и попытка встретить идеального мужа, именно мужа, а не мужчину. И, соответственно, здесь ее написали на семью. Исходя из этого, можно сказать, что вы не подходите под ее идеал семьи, и для всего она с вами рассталась. То есть вот 34 года у женщин такие процессы могут происходить, если у нее нет своей семьи, своего ребенка и супруга, такие процессы могут происходить, как, знаете, метание. То есть она начинает метаться, она начинает либо активно искать мужа, активно пытаться строить семью, либо начинает, вот как ваша женщина, отдыхать и так далее. То есть это вот такой вот нормальный кризис вот этого вот среднего возраста. В этом, в этих вот годах вполне может начаться. И этим объясняется ее поведение. Зачем бы она вставать? Ну, вполне вероятно, что девушка считала, что с вами семью, такую, как она вот хочет, не построить. То есть да, фан хорошо, но, во-первых, он младше, моложе. И, возможно, это как женщина уже древняя, ей это не внушает доверия. Такое очень часто бывает, когда женщины в такте своих мужчин считают, что те слишком молодые и выберут моложе вместо нее, и она не хочет ждать, пока этот выбор будет сделан, и сами уходят. Но потом об этом уже мучаются. И связано это, опять же, со многими причинами. Как что? Неуверенность в себе, страх отказа за одной, страх отказа, вот такие все вещи. И я полагаю, что вам, наверное, относитесь к этому пониманиям. Во всей этой ситуации, во всем этом вопросе, вы не пишите только одного. Каково ваше отношение ко всему вот этому? Как вы все это видите? Как вы ко всему этому относитесь? Как вы рефлексируете и переживаете это все? Вот это непонятно. И об этом я тоже хотел бы, чтобы вы сказали. Потому что обычно не нужно понимать поведение другого человека, то бишь ее. Обычно достаточно просто понять, чего хотите вы, и определить, может человек дать вам то, чего вы хотите, или нет. Если нет, то вы идете дальше. А если вы не можете идти дальше, то вы лично заинтересованы в этом же человеке, то есть от него зависимы. И уже от зависимости можно работать. Нужно работать. Потому что зависимость – это не свобода. Когда вы говорите о том, что... Когда вы говорите о том, что вам нужно как-то поступить, и вы не знаете, как поступить, соответственно, здесь либо неуверенность в себе, либо отсутствие опыта. Если неуверенность в себе, то это сомнение в себе, которое нужно разбирать и развеивать, а если отсутствие опыта, то это личностный рост развития, ну, иными словами, коучинг. И через коучинг, вам также можно будет лучше разбираться, например, в женской психологии, если у вас действительно с этим проблемы. Но здесь уже нужно тогда больше информации о вас, то есть, грубо говоря. Был ли у вас опыт взаимодействия с женщинами до этой девушки? Почему вы в 31 год не женаты? У вас нет детей. Осознанно ли это? Осознанно ли это желание у вас? Осознанно ли это путь у вас? Или нет? То есть, понимаете, вот такие вопросы. Потому что то, что вы спрашиваете нас, как поступить, чем там условлено. И девушка, она знает, чего хочет. В любом случае, даже если она вот с вами играет, она все равно знает, чего она в итоге хочет. Она поступает уверенно, она говорит вам, нет, когда нужно. И так далее. То есть, она пропадает, говорит о том, что ее не заботят ваши чувства. Либо она очень сильно боится. С другой стороны, она не ведет себя, как человек тот, который боится. Но все это не важно. Если вы знаете, чего хотите, если вы знаете, что вам ценно, если вы знаете, какие у вас ориентиры в жизни и на что вы нацелены по ней, по жизни. И тогда просто нужно будет у себя понять, соответствует человек вот тем ценностям, которые у вас есть или нет. И если нет, то вопрос, а зачем вам она вообще? Если вы говорите, если вы спрашиваете, зачем тогда нужно было расставание, для чего она так поступает, то вопрос, а зачем вам это знать? Какая для вас разница? Какие у вас чувства пробуждает эта ситуация? Вот что самое главное, а не то, как девочка поступает в данном случае, потому что это ее поступки, это ее поведение. Мы не можем знать, как поступает другой человек. Мы работаем только с вами, с тем, кто обращается к нам. И так получилось, что вы про себя рассказали очень мало. Про девочку чуть больше, но в силу того, что это третье лицо, информации все равно недостаточно, чтобы с большей уверенностью сказать, зачем она это делает. Ни психологического портрета, ни черт характера, ни ее ценностных ориентиров, ни ее взглядов на жизнь, на семью, на вас, ни на историю и развитие ваших отношений. Вы ни на что из этого не обратили внимания, а это необходимо для анализа, хотя бы первичного, хотя бы поверхностного, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, ну, хотя бы с какой-то дозой правдивости, точности и реалистичности. Существует все это ваши слова, на которые мы опираемся, но это изрядная доля предположения. Поэтому, Игорь, постарайтесь подумать, какая во всем этом ваша роль, что вам нужно, и подходит ли девушка под то, что вам нужно. И если нет, то что вы с ней сейчас делаете, для чего вы о ней думаете, почему для вас проблема, как поступить, если она объявится, ведь она вас, по сути, бросила. Вот что самое главное. Вот что действительно нужно разбирать, а не поведение другого человека. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.